Наверное, уже все так или иначе слышали о том, как некоторых в буквальном смысле лихорадит от новой игры для мобильных устройств Pokemon Go. Один якобы упал с крыши, вторая заявила, что покемон ее изнасиловал, третий угодил под машину, а четвертые вовсе утверждают, что их домашние питомцы реагируют на те места, где прячутся виртуальные монстры и, судя по всему, могут их видеть. Не знаю, реальная эта история или всего лишь маркетинговый ход. Скорее всего, конечно, это просто продуманный пиар, но я не сомневаюсь в том, что игра все-таки захватила многих, причем на патологическом уровне. Ведь если верить тому, что пишут, то игра бьет все рекорды по количеству скачиваний. Проплаченные статьи пишут, что якобы игра приобщает пользователей к спорту, да, заставляет выходить их на улицу, там дышать свежим воздухом, заставляет их быть социально активными и мотивированными на контакт с окружением. Ну, конечно же, это полная чушь, потому что человек, который ориентирован только на свой телефон и на то, что в нем происходит, от этого не становится более открытым и коммуникабельным. Ну, а про спорт это, конечно, на пиарщике в этом месте палку перегнули. И пока, на правду, конечно, больше похожи те истории, когда человек, заигравшись в игру, не заметил надвигающихся там, не знаю, машины, яму, столб человека, и произошло столкновение или кто-то куда-то упал и что-то там себе сломал. И да, то, почему я, собственно, не могла обойти эту тему стороной, решила сделать выпуск, потому что доходит до абсурда, когда Pokemon Go позиционируется как игра, способствующая, представляете, улучшению психического и, да, еще физического здоровья игроков, страдающих, внимание, депрессией и социальной тревожностью. Конечно, сначала при входе в любую зависимость польза, пусть небольшая, но есть, потому что, в первую очередь, вы отвлекаетесь от стресса, да, как правило, зависимости возникают все чаще, да, у людей, которые имеют какие-то неприятности или, например, была какая-то любовная аддикция, парень бросил, девушка ушла, предала, ой, боже, страдаем, невозможно, и ничего лучше не находим, как просто взять и уйти в какую-нибудь следующую зависимость. И я знаю такие истории таких людей, которые просто с головой уходили в какие-нибудь компьютерные игры. Естественно, это вас увлекает, на этом фоне вы, забываете, да, отвлекаетесь от стресса, получаете некоторое удовольствие, как следствие подъем энергии и, конечно же, небольшой бонус для здоровья. Но это на старте. Внимание посвящается зависимости от этого. Все остальные ресурсы полностью разрушаются. Ну, то есть, например, друзья, работа, какие-то творческие порывы, все то, чем должна быть полна ваша жизнь, то, конечно же, стресс начинает расти. И чтобы как-то от этого стресса избавиться, приходится уходить в зависимость все глубже и глубже, вместо того, чтобы как бы пойти и развивать другие ресурсы. В результате объективной пользы от зависимости не наблюдается вообще никакой стресс. Невозможно заглушить уже ничем, даже полным погружением в эту зависимость. Зависимость – это то, что поглощает слишком много вашего внимания, не принося вам пользы. Зависимостью может стать не только игра, но, как я уже и говорила, это может быть любовь или, точнее, зависимость от какого-то человека. Вы должны знать, что это то, что жрет нас и остальные наши ресурсы, оставляя нас без каких-либо опор в этой жизни. Ну, потому что мы все наше время посвящаем, не знаю, предположим, да, вот, любимому человеку, а он такой нехороший, совершенно не ценит этого, мы ему всего себя и на все остальное просто плевать хотели. Что получается? У нас остается какая-то одна единственная опора в виде предмета нашей зависимости, и нам просто начинает казаться, что, ну, это естественно, да, что если и вот это вот наш предмет нашей зависимости тоже куда-то денется, то мы просто окажемся на самом дне, и жизнь наша превратится во что-то неинтересное и пустое. Поэтому, конечно, мы очень крепко держимся за нашу зависимость, потому что это наша последняя опора, в которую мы все вложили, все наши силы и все наше внимание. Ну, ладно, про любовную зависимость и любовное страдание, это мы с вами поговорим как-нибудь в другом видео, если вы, конечно, захотите. А пока про то, что многие сегодня совершенно добровольно скармливают себя и все свои жизненные силы создателям культов и брендов. Кто-то посвящает свою жизнь просмотрам сериалов, играм и думает об этом 20 часов в сутки. Одним словом, добровольно скармливает себя корпорациям. И как вы думаете, кто же в этом виноват? Покемоны? Ну, конечно же, в этом виноват только сам человек. В покемонах и других играх, или в тех же социальных сетях, на которые тоже многие подсели. Нет, поверьте мне, никакого зла. Есть просто безвольные люди. И от зависимости нас может защитить только наша воля. И я, кстати, делала выпуск уже о том, как развить свою волю. Если кому-то интересно, можете посмотреть. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Поэтому запомните, не надо никого обвинять и обижаться на то, что кто-то или что-то вас соблазняет. Ваша задача не жаловаться, а тренировать свою волю. Чтобы те вещи, которые способны подарить удовольствие, не становились вашей зависимостью. Чтобы вы вообще умели вовремя переключиться, если это того требует. Чтобы вы могли и в покемонов поиграть, и в зал сходить, и на велике прокатиться, и с подружками в кафе сходить, не знаю, и вина выпить. Да все что угодно. Чтобы вы не превращались в корм чего-то одного, а чтобы вы брали энергию из разных источников. Кстати, напишите в комментариях, кто-нибудь из вас подсаживался когда-нибудь на какие-то сериалы, игры. И смогли ли вы в конечном итоге преодолеть свою зависимость, и что вам в этом помогло. Поделитесь, пожалуйста, нам очень интересно. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Жду от вас лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч в моем личном кабинете. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok